привет всем сегодняшнее видео я хочу посвятить такому такому изделию как мист мист кулер то есть охлаждение охлаждение туманом спиртовым водяным масляным не имеет значения это хочу разобрать показать как устроено устройство которое сделал которое в общем-то выполняет функцию этого самого мист кулера как-то у нас да все в кадре мой компьютер недоступен поэтому я не могу сделать ни монтаж ничего поэтому видео будет такое сырое без спецэффектов без ничего и так вот это устройство чертеж чертеж вот этого смесителя есть у меня в блоге ничего сложного там нет так это иголочка регулировочная игла тоже выточена из шпильки или из вала для принтера из чего-то вытащивают давным-давно ржавеет из обычного металла ничего жить можно так далее два штуцера под под шланг шестерку быстросъемные можно любые по желанию то есть верхний верхний штуцер который регулируется иголочкой он для подачи жидкости это для подачи воздуха конструкция сама всасывающая то есть не нужно никакое дополнительное давление в резервуаре с жидкостью все всасывается за счет за счет как это эффект называется вылетел из башки здесь как бы сопло ли вуаля в некотором в некотором смысле то есть обычный обычный аэрограф сейчас это дело разберу не покажу то есть внутрь то есть опять же к сожалению не могу вставить чертеж этого изделия то есть здесь внутри просверлено отверстие если не ошибаюсь на 4 миллиметра который соединяет регулировочную иглу со штуцером подачи и соединяет вот с этой трубочкой эта трубка полиэтиленовая жесткая это важно по которой поступает жидкость здесь внутри я не буду разбирать потому что достаточно сложно потом собрать в кучу не видно не получается неважно то есть внутри находится пластик трескается от масла внутри находится трубка трубка от системы если не ошибаюсь придется разобрать похоже потому что дело 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 так не пойдет но не важно то есть я думаю этого будет достаточно то есть вот эта трубка от медицинской системы или не нет системы неважно короче обычная трубка внутри потому как это членистоногое соединение не держит воздух травит его то есть эффективность падает эта трубочка просто здесь зажата с помощью вот этой медной трубки просто прижимается к этому пластиковому штуцеру проходит сквозь и подключается вот надевается на вот эту медную трубочку в которую вклеена игла игла медицинского шприца диаметром 1 1 3 1 4 где-то так ну то есть это самая большая игла которую смог найти в общем то это вся конструкция больше ничего здесь нет внутрь внутрь сюда вставляется коаксиально вставляется вот эта трубка я на ней сделал небольшой такой надрез чтобы воздух легче проходил потому как у них диаметры достаточно близкий диаметр внешней этой трубки приближается к диаметру этой трубки то есть давление падало достаточно достаточно прилично здесь небольшой надрез сделан здесь его может быть видно в конце и в эту трубку в конце вставлена иголочка потоньше эта иголочка у нас 0 8 важно важно чтобы эти иглы входили друг в друга ну и там некий зазор имеется и она входит примерно вот где-то вот на такое на такую длину то есть она не должна входить до самого конца ну по крайней мере я там делал да входит примерно вот так но она там в результате изгиб изгибов от этого шланга эта иголка она перемещается как бы за счет за счет того что они не сгибаются неравномерно и этот шланг не удлиняет совершенно этот может удлиняться то есть эти иголки они между собой немножко двигаются это не влияет на работоспособность и все вот и вот в общем то и все то есть вот этот наверное это соединение что мне не получается разобрать но здесь ничего нет все просто этот штуцер в который вклеен в которой вклеен вклеена медная трубка в которую вклеена вклеена иголка медицинская то есть она вклеена вместе с наконечником я наконечник немножко обрезал чтобы она центровала это дело ну просто это удобнее чем центровать иглу как то и держать пока клей застынет вот и все то есть это дело вставляется вот сюда и все то есть если бы сейчас по внешнему каналу подать воздух то по внутреннему начинается активное активное всасывание жидкости а потом распыление ее в достаточно мелкий туман да эта жидкость проходит здесь и регулировочная игла то есть помощью иголочки можно регулировать поток жидкости засасывается и пошло вот в общем то и все никакие ущерения нет но несколько геморрой на конечно вот это собирается вот этот узел да то есть он такой как видно даже разобрать нормально не могу то есть возможно кому-то в голову придет более изящное решение никаких проблем можно пустить две трубки рядом и объединить их то есть я выкладывал где-то фотографию там где подающая трубочка она вклеена снаружи или впаяна как то есть она воздух подается в центр а трубочка которая которая подает жидкость она как бы заходит со стороны здесь поставили на отверстие она сюда входит и также вставлена внутрь в середину вот в этой этой иголке сюда подаем воздух сюда засасывается жидкость все работает абсолютно точно так же почему я сделал вот именно вот с использованием этих вот членистых трубок они просто удобны они хорошо держат форму почему-то не долговечные вроде какие-то фирменные должны быть не знаю как это фуфло то есть они должны держать форму достаточно прилично то есть как как-то загнул так она и работает ну и соответственно охраняет вот эту трубку внутреннюю от повреждений и прочее вот и все это это штуцеры еще раз быстросъемные штуцеры festo я думаю все знают как они работают достаточно туда вставить трубку все она там держится зажимается внутренней цангой чтобы ее извлечь нужно нажать на на вот эту шайбочку как это назвать путь будет шайбочкой все она освобождает цангу трубочка достается все все просто как три рубля изготовить на сверлильном станке все это сверлится нарезается резьба здесь резьба ну зависит от того как какую трубку будете использовать то есть у меня здесь резьба на 12 нарезанных хотя должна быть нарезана на на пол дюйма но вот пол дюймовая резьба в двенадцатую как-то там вот вкручивается до нас деформациями но тем не менее вкручивается работает здесь ну то есть нужно смотреть чертежик адаптировать опытцы под свои конкретные нужды все здесь резьба шестерка если не ошибаюсь внутри потом сужение для иглы и в общем то и все это это отверстие просто заглушенная случайно просверлено мимо еще хочу уточнить так сказать внимание что вот эта трубка она первых должна быть бензом масло спирта стойкой но зависит от того что там поддаваться будет в в качестве жидкости охлаждающей и во вторых она должна быть жесткая потому как снаружи у нее снаружи будет давление и у меня был опыт я использовал какую-то трубочку не уж не помню от чего оплетка от 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 кабеля оптоволоконного неважно то есть она вначале работала нормально а потом начались проблемы то есть у меня постоянно пропадала подача жидкости и не мог в чем дело пока не разобрал оказалось что она от спирта не разбухла пластмасса размягчилась и внешним давлением ее просто сжимала и все то есть подача подачи жидкости прекращалась весь эффект уходил на нет вот в общем то и все что я хотел сегодня вам показать рассказать если будут какие-то вопросы пожелания и так далее пишите пишите на форуме видео выложил на чипмейкер там можно будет это дело обсудить все всем спасибо за внимание до свидания